Привет, друзья! Михалыч в кадре. Сегодня в Федеральном научном центре имени Алмазова мы проводим мероприятие, которое называется «Сервис БИК». Итак, мы пришли в кардио-лайнерское отделение сердечно-сосудистого центра имени Алмазова. Здесь стоят наши наркозно-дыхательные аппараты, которые используются уже в течение двух лет. Пришло время обслужить их. Мы поменяем детали, которые необходимо поменять, датчики, откалибруем их и обучим инженеров этого центра делать это самостоятельно. «Сервис ВИК Старт» и «Камон». Но перед тем, как нас допустят в операционную с наркозно-дыхательным аппаратом, нам надо кое-что сделать. Квест не такой простой. Нам надо обслужить монитор пациента, который мы ставили сюда порядка, наверное, лет пяти назад. Во время ковида монитор пациента побывал в отделении, так сказать, в поточном, в котором работал днем и ночью. И вот во время падения у него чуть-чуть поломался корпус, чуть-чуть треснуло здесь, чуть-чуть треснуло здесь. Но это мы все поправим и вылечим. И самое важное, что мы делаем медицинскому персоналу про безопасное использование данных приборов. Как надо крепить, как надо куда располагать кабели, чтобы за них не тянули, чтобы оборудование не падало и работало исправно. Справно. Начинаем. А сделает это главный сервисный специалист Миндрея. Миша, я не помню. Меня зовут Михаил, я инженер компании Миндрей как раз по мониторам пациента и на пост-влекательной технике. И на самом деле цель нашего приезда – это, скажем так, познакомиться с больницей, узнать информацию, как эксплуатируется наше оборудование, есть ли какие-то нарекания, какие-то вопросы по аппарату. И в данной ситуации хотелось бы рассказать о безопасной эксплуатации оборудования, потому что этот монитор – он прям шикарный пример того, что нежелательно допускать в принципе в работе оборудования. Я хотел бы изначально начать с того, что есть ли какие-то вопросы, нарекания или непонимания насчет наших мониторов. Или пока все понятно. Как у инженеров, так и у врачей. Я так понимаю, что этот монитор отдавался в другое отделение, и с ним не совсем хорошо обращались. Потому что в данной ситуации монитор, по идее, запрещено эксплуатировать, потому что у вас электрическая часть вся открыта. Любое попадание средства внутрь может привести к как минимуму короткозамыканию. Второй вариант – это вплоть до повреждения ударов током медперсонала. В данной ситуации мониторчик работает, это пока хорошо. Что касаемо того, что у нас есть из отведений, здесь видно, что оборудование уже давно используется. И, в принципе, я заберусь в ДКГ. Давайте мы его подключим. Манжеты тоже можно будет подключить. По манжете отдельно будет разговор. На самом деле у нас основные проблемы, с чем мы сталкиваемся, это в период эксплуатации, это заливают здесь средством, оборудование очень сильно. Допустим, я в клинике наблюдал, когда технический персонал, который обрабатывает помещение, половой тряпкой, которая моет пол, тут же проходится по оборудованию, чтобы по-быстрому это все убрать. И очень часто из этого влетают сенсорные экраны, начинают перестроить. В случае, допустим, с вот этой частью, периодически заливают разъем неинвазивного измерения артериального давления. В данном случае давайте посмотрим, что у нас с ним, накачивает он или нет. Да, здесь у нас клапан держит хорошо. Ну, сейчас не даст ничего, потому что я, по сути, отпустил. Вот. Вы также можете сталкиваться с тем, что у вас будет либо утечка в манжете, по мере выхода ее строя, либо уже утечки в этой части шланга. В этой ситуации проверяется очень легко. Вы перегибаете манжету, начинаете набирать. Если утечка продолжается, смотрите дальше, вот в какой части. В средней части можно перегнуть, посмотреть, идет набор давления или нет набора давления. В случае, если вы определяете, что у вас есть, скажем так, повреждение шланга еще более-менее можно исправить, да, вытащить коннектор, обрезать, поставить его обратно и дальше эксплуатировать. В случае с манжетой, она идет только под замену. Клеить манжеты бесполезно, там уже, скажем так, давление высоко, все равно клей любой выбит. По вот этой части здесь, по идее, должен быть либо принтер, либо заглушка. В данной ситуации, как я понимаю, что именно был крышечка, который глушит отсутствие принтера. Я так понимаю, что ее можно допоставить, это не проблема. И я вижу, что здесь у вас был очень хороший удар на боковую часть. В данной ситуации монитор может реально выйти из строя, если будет попадание какой-то жидкости внутрь. Скажем так, в ситуации, когда у вас стандартная база опять осудения, обслуживание, оно проводится раз в год и по факту представляете себя банальную чистку сенсорной части, проверку клапанов, проверка помпы, которая идет на неинвазивное артериальное давление и замена батареи раз в три года. Все, что я могу сейчас порекомендовать. Монитор у нас какого года? 16-го. Скорее всего, батареи не менялись, но, наверное, они в хорошем состоянии, потому что он спокойно запустился, и он спокойно движет, поэтому пока нет в этом смысла. У вас тревога по батарее появится, тогда можно будет менять. Если батареи будет отсутствовать, но мы не только подключим к сети, это никак не будет мешать его работе. Собственно говоря, наверняка, знаете, позиционирование манжеты правильное. Три основные ошибки, которые по сумме дают большую погрешность, а каждая по одиночке дает мало. Собственно говоря, первое, это корректный размер манжеты на пациента. То есть она у вас обязательно должна... Очевидные вещи, просто их надо напоминать. То есть вот эта вот линия индекса, она должна закрыться там, где она рассчитана, в диапазон. То есть чтобы у вас баллон, который надувается, корректно по такой манжету. Если перетянуть, баллон тянет сам себя, соответственно, он сам себе будет мешать. Если не дотянуть, то, соответственно, нормального пережатия не получится. Поэтому желательно, конечно, подбирать размер в соответствии с размером пациента. Это первое. Второй момент. Позиционирование самой манжеты. Миндрей ставит отметку, соответственно, у вас на лучевой артуре должна попадать не шланг, а вот эта вот меточка. То есть не таким вот образом, а вот таким. Это вторая ошибка и третья ошибка, которая достаточно часто совершается, это когда шланг, вот этот, находится вот в положении измерения, он скручен максимально. Желательно, чтобы он был максимально распрямлен. Собственно говоря, третьи ошибки, они характерны не только для... В общем, они характерны для любого цифрового измерителя давления. То есть что домашний тонометр, что тонометр встроенный в мониторы, что GES, что другие, абсолютно назначения не имеют. Кто производитель, вот это общие ошибки, они... Все три вместе, они могут давать большой погреш. И, как каждому цифровому измерению, рекомендуется... Два. Или, да? Пациент, у вас, например, взрослый, там... Видите, управление точечки. Вот, куда... Что хочу изменить, туда прям пальцем не нажимаем. Нажимайте, пожалуйста, стимулятор. Вот. Видите? Сидячка на весело, вы сразу все стимуляции. То есть он будет видеть сработку стимулятора, и не будет говорить. Сейчас мы пришли с вами в онкогематологическое отделение сердца, крови, эндокринологии, алмаза. Здесь пациенты ожидают трансплантацию костного мозга. Отделение стерильное, поэтому нас так нарядили. Сейчас везем в зону операционной, там будем проводить техническое обслуживание. А мы продезинфицировали руки, и это первое, что надо сделать при входе в операционную. Наш пациент сегодня... 65-я машина. Это даже лучше. Здесь аппарат стоит, по-моему, года 4 уже мы его назад уже заставили. Может быть, даже чуть-чуть больше. Не знаю, делали на нем ТО или нет, но сейчас мы все сделаем. Аппарат 2015 года, 6 лет. Быстрый, бежит. Быстрый, у нас тут дети, да? И это тоже. Я хочу сказать, что у нас было по тревогам. Пока ребята смотрят, что было по тревогам, я вам покажу часть, которая за 6 лет, пока работает аппарат, изменила свою конструкцию. И я говорю о модуле газоанализа. Сейчас эта штука имеет исполнение, так называемое, два слота. Здесь у нас было три, а в современных машинах это уже два слота. То есть он стал меньше, и туда можно сунуть еще один маникарирующий модуль. Будь то нейромышечное проводение, с лишним плечом. По кислородному датчику очень легко определить, когда последний раз проводилось техобслуживание. Потому что он меняется раз в год, а у нас в прошлом году, в этом году. 13 и 15. Они обнаружили очень сильные расхождение датчиков. Три года в 15-10, то есть один на вдохе нормальный, на выдохе погрешность большая. У него очень много вентилятора, чуть-чуть завышает. Не знаю, что это он. Будем менять датчики, калибровать и все поправлять. Самая интересная часть операции над наркозно-дыхательным аппаратом. Скрытие наркозно-дыхательного аппарата. Сейчас ребята разберут контур и поменяют все датчики, все кольца уплотнительные. Мех поменяет и все, что растягивается, все будет заменяться. Здесь есть утонжение, то есть в принципе не соответствует. В плане замене прокладок это уже задача не на ваших плечах, а на плечах обученных инженеров, компаний Миндрей, дистрибьюторов и тому подобное.